В прошлом ролике я отдал задание Ахмеду, в котором он повредил свою машину и, честно сказать, рисковал своей жизнью. Сумма ремонта составила 1 миллион 150 тысяч рублей. Само собой, этот ремонт я покрыл за свой счет, но вот только мысль меня одна не покидала, что ведь просто закрыть ремонт – это совсем не мой почерк. Дорогие друзья, всем здравствуйте, вы на канале Литвин и те люди, которые давно наблюдают за моим каналом, знают, что каждый мой ролик пропитан эмоциональными качелями. Какой страх, просто… Я бы так с кайфом установился сейчас. И сегодня будет то видео, в котором эти эмоциональные качели будут на максимально тестостероновом уровне. Сзади меня потихонечку начинает виднеться контейнер. Сразу скажу, в этом контейнере находится кое-что очень интересное. Пока что это мое, но скоро будет не мое, потому что для нашего Ахмедика в Энгелби, для нашего брата, для нашего аварца я приготовил подарок. ни вы, ни он, никто не знает, кроме меня, что находится сейчас в этом контейнере. Но если вы думаете, что я просто решил снять ролик ради подарка, то это абсолютно не так. Ведь про эмоциональные качели, то, что я вам сказал в самом начале, это такая аккуратная затравочка в сегодняшний ролик. Сегодня будет и страх. Я чем ближе, тем у меня больше растет пульс сердца. И большой риск. Но Ахмед, повторюсь, ни о чем не подозревает. Через несколько минут подъедет, он уже в дороге, пойдем. Энергией пропитаемся, брат, и будем отдавать. Я просто пиздец, как люблю дарить эмоции. Я уверен, сейчас он их получит неимоверные. У-у-у, бля, услышал, все, вопросов нету. Вот он, вот он. Хороший цвет, брат. Больше такого не делай. Как ты? Плохо, я встал только что. Короче, я не хочу выходить вокруг да около. Я сразу скажу, в этом контейнере кое-что лежит, стоит. Вот так правильнее будет сказать. Смотри, сегодня куда-то улетает там... Нет, нет, сегодня Москва. Сегодня Москва. Это самое главное. Ахмед это тот человек, который для компании Elite Energy сделал неоценимый вклад. Мы вообще не отдыхали, все это время работали. Просто вот пять часов без остановок ехали по пятерочкам и покупали Elite Energy. За это мы тебе очень благодарны, брат. От лица не просто Михаила Литвина, а от лица всей нашей компании, брат. Так. Это я тебе на полном серьезе говорю, без лести, без всего. Поэтому это моя благодарность тебе и нашей компании. То, что находится в этом контейнере, по праву достается тебе. Но сразу скажу, раньше времени не радуйся, тут не все так просто. Ну, честно говоря, ты меня уже ставишь в такое неудобное положение в том плане, что я не люблю, когда меня снимают на камеру и мне там что-то дарят. Не то чтобы не люблю, мне бывает дискомфортно, мне бывает как-то вот не в своей тарелке себя чувствую. Да просто расслабься, понял, расслабься. Не, я-то расслаблен, ты за это не переживай. Что, открывать ее? Блин, честно, вообще ничего в голову не приходит. Это как обманка, понял, контейнер большой, а приз может быть вообще маленький. Да, да, да. Например, слиток золота вот такой, условно говоря. Ну, там вряд ли слиток золота, там квадроцикл, вот. Или катер. Точно, там катер что-то такое, да, гидроцикл. Че ты смеешься? Да, мы же, мы как раз вот сейчас отсюда на катере по Москве поедем. Че, открываю? Давай. Готов, брат? Да, да. Давай, давай же, открой. Сам переживай, честно сказать. Контейнер тут спрятал, подарок. Ну, ладно, поехали. То, что находится в этом контейнере, по праву достается себе. Ой, бля, она тебе моргнула, брат. Поприветствовала тебя, понял? Добро пожаловать, говорит, в семью. Такая красивая. Держи, брат, поздравляю. Все, на, просто, брат, отдушите еще раз. За нее прыгай, выезжай. Ага. А потом выйдешь, и кое-что тебе нужно будет сказать. Один маленький нюанс есть. Я понял. Но она моя. Железно. И я ее сегодня не потеряю. Нет. Что-то не то. Знаешь, почему ты не ошибся с выбором? Почему? Потому что я бы никогда в жизни этот автомобиль не купил, а люди хотели. Не, он же знал, что мне она не нравится. Получается, ты специально ее взял, да? Именно ее. Да, я же против системы, понял, Иду. И когда она уже не чья-то, а моя, уже все красивое, понял, стало. Салон синий, а этот салатовый цвет. А логика в чем? Карбон. Здесь салатовый алькантара, видишь? Да. Вот. Сзади двери я хочу поставить, чтобы сзади тоже можно было заходить. Думаю, как бы тебе сейчас сказать, ты уже, наверное, забыл, что есть нюансы. Вот такая маска. Ага. Тебе нужно одеть эту маску сейчас будет. И закрытыми глазами что-то сделать, да? Нет. Нужно будет тебя отвезти в одно место сейчас. Так. Ну, и я тебе расскажу, короче, дальнейшие твои действия. Ну, без этого невозможно. А долго ехать? Нет, полтора часа. Полтора часа в ней быть не надо? Да. Брат, ты маску сразу одевай. А я уже в ней здесь сижу. Зрители сейчас смотрят этот выпуск и тоже абсолютно не знают, что будет происходить. У тебя есть какие-то догадки? Я думаю, что связано с машиной, потому что она на эвакуаторе привозится на ту же локацию. Получается, я должен буду что-то сделать на этой машине. Все мы любим тюнинг, солидные тачки, красивых девочек. Но вот в чем вопрос. Как это получится здесь и сейчас? Правильный ответ Majestic RP. Majestic Roadway – это компьютерная онлайн игра, которая построена на базе GTA 5, где каждый сервер – это тысячи игроков и виртуальный мир со своими законами. Ну все по-взрослому бандиту, полицейский подводник, перестрелки в гетто, азартные игры, рыбалка по выходням. И, конечно же, романтика, ведь кто мы без нее, пацаны? Старый, если не знаешь, с чего начать, то прямо сейчас регистрируйся по ссылке в описании на сервере Miami. Вводи мой промокод LITWIN, который даст тебе 7 дней платиновых статуса и 50 тысяч долларов в игровой валюте. Такое приветствую. Проведите жаркие дни на Majestic Roadway и не забудь забрать крутые награды летнего баттл-пасса. И пока Ахмед сладко спит, мы уже почти приехали на точку, где его ждет один из самых главных кошмаров в его жизни. Брат, просыпайся потихоньку, мы подъезжаем вообще-то. Ахмед! Открывать можно глаза? Пока нет. Пока просто просыпайся. Я же могу сейчас тебе все испортить. Зрители только что уже узнали, что тут. Да? Только что они поняли, какой пиздорез тебя ждет. Брат, просто доверяй. Доверяй, но проверяй. Слышал такое? Сейчас уже через 10 секунд будем открывать глаза. Как только ты откроешь их, в целом ты сразу все поймешь, что к чему, понял? Да, давай быстрее. Раз, два, три. Опять это, что ли? Эй, нет, брат? Нет, ты в прошлый раз видел, что было? Страшная вещь. Это самое страшное, по-моему, задание. Я же тебе сказал, нюанс будет маленький. Так. Вот этот нюанс в этом и заключается, что на этой машине нужно проехать, брат. Эй, тут смотри, тут знаешь, что за тема? Здесь риски с собой, ты меня заново хочешь, получается, на эту же тему подписать, что ли? Смотри. Если ты помнишь, вот тут был рубец, который оттололся. Ага. Сейчас его здесь нету. Если труба будет откалываться, отколется целиком. Это уже все цельные трубы, да? Да, да. Мы сделали вывод из прошлого ролика, поэтому на этот раз за безопасность Ахмеда можете не переживать, так как балки в этот раз будут цельные. Что максимально минимизирует вход этой трубы в крышу машины. Ты уверен, что я это буду делать? Так у тебя вариантов нету. Я тебе сказал, ты только на этом условии забираешь. Но сразу скажу, раньше времени не радуйся, тут не все так просто. Нам всем зрителям нужен хэппи-энд, у тебя тогда этого не получилось. Я же понимаю, что я должен проехать. Даже если чуть-чуть зацеплю, будет обидно. Не за машину, а то, что вот понял, была попытка. Я засадил и сейчас под такую эпичную музыку аккуратно, красиво проехать все бочки, даже вот на столечко не зацепив. Будет идеально, да же? Да. Ты помнишь, как ты сделал? Ты говоришь, тогда конусы мы так поставили, потом в одну пазу. Слушай, я после этой ситуации много раз в голове анализировал, как можно было бы сделать. Пересматривал этот ролик, имеется в виду, кто-то, может быть, совет подкидывал, который вместе со мной смотрел этот ролик. И в целом я понял, что... В чем ошибка была? Ошибка. Нужен круиз-контроль, определенная скорость должна быть ровная. Типа ты выставляешь лимит и уже там по лимиту шуруешь. Слушай, у меня есть тест? Нет. Никакого теста. У меня уровень теста нормальный. По тебе видно. Да? Да. А ты говоришь, никакого теста. Хе-хе-хе, молчит, смотри. Не знаю, что отвечать. Я не знаю, что он такой ответит, блядь. Что за херня пошла? Что за херня пошла? Как можно, блядь, тест сравнить с тестостероном? Я вообще не понял этого прикола. Прикинь, они все это время стояли, да, сейчас? Ты сейчас только заметил? Я не заметил. Я думал, здесь никого нет. По дороге еще хоть с пацанами. Что делать будешь? Проезжать. Ты же хочешь, чтобы я прошел это все? Да, не сразу. Иди пока подумай, потому что... Нет. Нам надо, знаешь, что сделать? Чтобы они одновременно отпустили бочки. Ты по той же схеме будешь делать? Да, конечно, конечно. Я тогда, ты видел, я тогда первую зацепил. Нет, первую я протаранил. Вторую чуть-чуть зацепил, остальные все проехал. И последняя тебя тоже ударила. Последняя тоже ударила, но... Потому что уже на тормозах ехал. Потому что я уже тормозил, потому что же 1-ю снес. А если бы считай первые 2 проехал, я бы все остальные тоже проехал, потому что скорость не потерял бы, понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже могу быстро разговаривать и комплектовать свои мысли, понимаешь? Тебе даже тяжело услышать то, что я говорю, понимаешь? Я же двоюродный братишка, Тина Кандалаки, ты это не знал? Ты же сказал компактовать. Комплектовать. Комплектовать? Что такое комплектовать? Тоже неправильно. Комплектовать? Ну скомплектовал. Нет, ты хотел, наверное, сказать... Нет, ты, наверное, хотел сказать внятно, четко... Нет. Ты, наверное, хотел сказать... Чего не вырезать? Не вздумайте это вырезать. Потому что я без ошибок говорю. Если я говорю быстро, я говорю без ошибок. У меня нету никаких помарок, ошибок, орфографических каких-то недочетов. Виш, а у тебя есть? Нет, я затроил просто, затроил, потому что чисто об этом думаю, понимаешь? На самом деле я бы хотел, чтобы ты проехал, вот так тебе скажу Нет, на самом деле ты мне нормально сделай, как ты хочешь, я проеду ее Я любыми способами смогу ее проехать Все, тогда мы придерживаемся той же тактики Несмотря на последнюю неудачу, Ахмед решил придерживаться той же тактики, как и в прошлый раз Опять же, у него будет всего 2 секунды, чтобы проехать конструкцию и не засадить тачку Но теперь он уже знает свои ошибки, и ему будет легче рассчитать, с какой скоростью ехать А пока Ахмед поехал привыкать к машине, я бы хотел вам напомнить про один момент, который был в ролике На что люди готовы ради денег Там был пацан Серега Ты готов обсуждать какой-нибудь гонорар? Нет Пока что нет? Нет И вы взорвали мне комментарий из-за того, что он ушел, покинул этот ролик Ой, блядь Да уедь, блядь Ой, блядь Блядь, он мне чуть машину не въебал Я про Серегу рассказывал вообще-то вам Когда с ним не поделились бабками, у меня уже в голове возникал сценарий Что я его позову на следующий ролик А что самое главное, он уже здесь И я ему сегодня дам шанс также проехать через бочки Это также все зависит от его скилла Ты смотрел выпуск мой последний, на что люди готовы ради денег? Ты помнишь парнишка, который... Да, парнишка, которого кинули Которого за 700 тысяч продал этот говнюк один Ну давай, забираем Такие дела, ребята Сафонов Ты такую же ему даришь? Да, да, китайца Только он должен проехать Дорогие друзья, всем здравствуйте Я к вам с топовой новостью, потому что до конца июля На бесконечный фотоконструктор Mozabrik действует скидка в размере 34% По вот этому промокоду в честь 4 дня рождения И я расскажу вам сейчас, почему я всегда выбираю Mozabrik Mozabrik есть разных размеров и в двух цветах Черно-белом и бежевом В интерьере оба пушка, хоть на стене, комоде или у компа Родные, я вам просто пытаюсь донести, что это самый топовый мой антистресс После тяжелейшего трудового дня Это самый универсальный подарок для всех Ведь получатель сам выбирает, что собирать Это крутое времяпровождение в кругу своих близких людей Самый кайф в том, что если картина вам надоела То вы можете ее смело разобрать и собрать по другой фотке Даже мои ребята после монтажа собирают Вот, посмотрите, это они сделали А все потому, что прикольно посидеть вместе и позалипать в Mozabrik С Mozabrik можно собирать картины из любой фотки Действуем по старой схеме Просто берем фотку, загружаем на сайт и собираем по полученной инструкции А теперь внимательно, Mozabrik 4 года И только до конца июля действует акция минус 34% на каждый набор Промокод DR34 Такого еще не было и вряд ли будет в Черную пятницу Ссылка на Mozabrik в описании Давайте радовать друзей, близких и знакомых такими крутыми подарками, как Mozabrik Серега, Серега, ускорься, ускорься, Серега, ускорься, Серега Радис, приветствуем Привет Как погода в Иркутске? Классная, кстати Нормаль? Бомбочка, ну, кстати, у нас не такая хорошая Ты видишь тачка? Держи Вот эта машина, она почти твоя Это как раз таки та же тачка, которую, ну, вы держали рукой Чтобы тебе ее забрать, тебе нужно проехать мимо бочек и не коснуться ни одной Если ты касаешься хотя бы одной бочки, тачка остается у нас Но если у тебя удается проехать и не коснуться, то ты ее забираешь себе и дальше уже делаешь ничего, хочешь Продаешь, забираешь, вообще не важно У тебя права есть? Нет Ой, хорош, наш человек Ну, я не к тому, что я без права, я к тому, что как он задание-то будет проходить Ты хоть раз за машиной вообще, за рычагами ездил? Да, да, да Сейчас перед тобой ответственность не только передо мной, перед твоими близкими На тебя аудитория смотрит, которая за тебя очень болела, переживала в том видео И они очень хотят, чтобы ты забрал эту машину Но условия есть условия, я их придумываю сам Пацаны, давай покажем, как маятник работает Давай, раз, два, три Бам, коридор открылся, видишь? За это мгновение тебе нужно влететь и проехать И вот у тебя на проезд будет ровно две секунды Задание само готов пройти? Да, готов Так как у Сереги нету прав и опыта вождения, мы решили упростить ему задание И уменьшили конструкцию на три бочки Потому что и все вы, и вся наша команда Мы все хотим, чтобы Серега сегодня забрал машину целой Ты ему не даешь ничего? Ну, получается, нет Реально, Паша? Ну, получается, да Спасибо, реально, от души Прикольно, Паша Я бы еще хотел сказать большое спасибо Всем, кто писал комментарии, поддерживал меня Это большого вообще стоя Давай! Раз! Два! Три! Вот это до последнего победить хочу Это же просто пиздец, блять Хуйня случается А теперь подробнее Я, наверное, как и вы все, хотел бы, чтобы Серега забрал сегодня машину Так как у него нет прав и опыта вождения Я решил максимально подготовить его к заданию И лично показать, как нужно проезжать Че, хочешь, я за рычагами проеду, покажу тебе, как это делать? Да Потому что в этом у меня есть опыт И я это неоднократно делал Но в моменте У нас с командой возникло недопонимание Так как на какой-то момент у нас пропала связь в наушниках И тест пошел не по плану Бля, я когда увидел все то, что полетело, я, бля, охуел Нервы в этот момент были на пределе И было решено закончить испытание Сереги Но за него не переживайте Машина уже стоит в сервисе И, соответственно, я ее отремонтирую за свой счет А дальше он уже будет решать Оставить ее себе или продать При любых раскладах Серега в плюсе В общем, Серега, ты извини на нас, что получилась такая форс-мажорная ситуация Ну, с кем не бывает Мне кажется, что маловероятно, что ты сам тоже идеально проехал бы эти бочки Поэтому этот автомобиль твой И плюс Миша полностью закрывает вопрос с ремонтом Ты доволен? Да Точно, сто процентов Да Ну, бать, нихуя себе машину подарили Еще и отремонтирую На, держи Сказка Ахмед, в отличие от Сереги, опытный водитель Поэтому для него мы возвращаем три последние бочки Я на свой мозг новое обновление скачал Я сейчас мыслю намного лучше, понял? Я все рассчитал, брат В прошлый раз была скорость 138 км в час Реально ты за 138? Да, сейчас будет 125 и на круизе То есть точных 125 Было 28 человеческих шагов Сейчас будет 32 Готовы? Считаем? На, держи этот конус Давай Нет, два конуса держи, чтобы я четче посчитал Давай Раз, два, три, четыре, со мной ходи Пять, шесть Двадцать девять Тридцать Тридцать один Тридцать два Так, все Вот это расстояние Как только мой капот будет вот тут Ты говоришь Отпускайте Айгачу Что? По-английски я понял тебя Все, понял Короче, вот так вот надо будет проехать А, ты говоришь, я говорю Они делают и я проезжаю Давай, бро Уже вот час Давай Детский сад начинается вот это все Такие вещи не делай Я тебе сколько раз говорил Ладно, сегодня прощаю Машину разогрел Скорее бы это закончилось Брат, давай с первого раза сделаем Блин, паничка пришла, понял В прошлый раз такого волнения не было Потому что не знал, что ждать Я Ахмеду говорю то, что не переживаю Чтобы его больше в панику не вводить Но я ебануто переживаю Хоть Ахмед сказал прям ровно в конус Я все равно чуть-чуть заранее скажу До конусов Чтобы опускали бочку Потому что тогда с нами это сыграло В злую шутку Когда М5 сразу же в первую бочку попала Плохо стало, честно говоря, чуть-чуть Но это не я боюсь, понял Это у меня организм так реагирует Все, все, готов Я готов, главное то, чтобы ты готов За, бля, не за вафли Я готов Давай, все У меня тряска началась Успокоюсь Бля, как не хочется, чтобы он засадил М-ку Бля, еще знаешь, что? Как бы вроде уверен в этих балках Но все равно знаю, что было в прошлом видосе От волнения Сердце Вот так бьется Все, спокойствие Спокойствие Ну что, готов? Все, хладнокровно, бля Взял и пошла Взял и пошла Хочется хэппи-энда, понял? У нас всегда все в роликах Всегда все заканчивается Все как надо С Хамзатом только не прокатило Пацаны Пора Берем бочки Мы проедем Запомни, мы проедем Пацаны Сейчас все четко будет Блядь, уверен Как не хочется, чтобы он засадил М-ку Я любыми способами смогу ее проехать Давай Раз Два Три Да не может быть Брат, ну Что случилось? Я не видел Он бочку не отпустил просто Вообще поздно отпустил Я прям в бочку залетел бы сейчас Я аж пульс так жестко почувствовал, брат Не видай, да и пусть они бочки заранее поднимают Я не хочу ждать и смотреть на это Мне лучше ехать в это время Нервничаю здесь Быстрее давайте доделать Раз Два Три Все, я прям Хочется хэппиэнда, понял? У нас всегда все в роликах Всегда все заканчивается, все как надо М4 моя, братан Мы проедем, запомни, мы проедем Не проехали Я тебе доверяю Спасибо Спасибо Не проехали Да ну нахуй Все безопасно там без жертв Ой блин Жалко Не хватило скорости Я в пол нажал Самое главное все опять снова живы Сейчас три бочки Тогда сколько? Две, да, бочки было? Да, две первые были А, две первые и одна последняя чуть-чуть Последняя коцнул просто Самое главное надо было проехать Правильно же? Проехали? Все Ну в Лиму к тебе загоним, да? Да, да, да Вот как целка будет? В Лиму перформанс могут все, брат Дорогие друзья, вывод какой? Это все мелочи Проснулся с первыми мыслями о том, что Хотелось бы, чтобы сегодня Ахмед проехал Когда Ахмед еще даже не знал об этом подарке Когда вообще ни о чем не подозревал Когда я ему набрал и говорю Брат, нужно просто подъехать Я снимаю ролик И буквально пять минут назад Она еще была Просто девственная машина И сейчас она уже в моменте пережила Хорошее такое Аварийное происшествие Не, я все равно рад этому подарку Хоть он такой Бля, как мне обидно это Слушай, просто обидно, знаешь, не за машину Обидно за то, что реально хотелось это сделать Хэппи энд, да, должен был быть? Да, да, да Когда-то третий раз я тебе эту тему опять устрою Ты прикинь? Самое, знаешь, что интересное? Я говорю Ну, раз у Ахмеда М-ка Ну, железно Типа минимум Две-три бочки нужно добавлять Я говорю Давай, похуй, три грузим сверху Именно эти три бочки Ты просто, бля, в мясо срываешь Короче, не надо было Бочки добавлять Если бочки не добавил бы Получается, я бы проехал Я же ни одну не коцнул, кроме троих Да, сколько в итоге здесь бочек сейчас было, пацаны? 14 Бля, мы вернемся сюда Я вернусь сюда Отвечаю Когда-то мне сделай задание Либо кто-нибудь мне сделайте задание Организуйте мне эту движуху Я проеду Если не проеду Если я не проеду с первой попытки Тот человек, который дал мне это задание Я ему дам 3 миллиона рублей Сказал? Сказал На, держи Ты сделаешь мне потом это задание? Да Давай Дорогие друзья, вы были на канале Литвин Сегодня вот так получилось В любом случае Все при своем остались Все забрали две тачки Что Ахмед, что Серега Если мы Вместе с Ахмедом Заслужили палец вверх То самое время его поставить Потому что это минимальная мотивация Которая может быть от вас Это минимальный от вас буст Но при этом он очень нужный Который продвигает ролик Это очень нужно Мы в этом нуждаемся Поэтому подписывайтесь обязательно на канал Ставьте палец вверх Если вам понравился ролик Кстати, я давно не говорил Что других пальцев мы не имеем Кроме как пальцы вверх Вот так, смотри, видел? Раз, два, три Лит Энердж Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok